Что хочет Налеплена к веткам Затеплена прей Возмужалостью тянет испанка И плеки леса окрепли Лес тянут по горлу Петлею пернатых горданий Как буйвол арканом И сконет в сетях Как стинает санаток Стальной гладиатор аркана Поэзия греческой гумкой В присосках Будь ты Меж зелень и клейкой Тебя положил я на мокрую доску Зеленой садовой скамейки Расти себе пышные брыжьи и фижмы Вбирай облака и овраги А ночью поэзия я тебя выжму В острове жадной бумаги А ночью поэзия я тебя выжму В острове жадной бумаги Да, прошлый год Вообще тяжелый год был очень для меня И То есть Он принес очень много смертей В моей жизни У меня умерли два друга Затем умер Симонов То есть как бы мой учитель Мой педагог Мой отец Дед я не знаю Как угодно это можно назвать Это художественный руководитель нашего театра Несмотря на так сказать На разность репертуара Которые я пою Но об этом я еще скажу отдельно Он исповедовал в нас и в людях вообще Любовь к театру Не просто к театру А к поэтическому театру То чего как раз сегодня К сожалению Уходит Вот Но мне кажется вернется Потому что говорят Что театр всегда испытывал Какие-то бедственные Какое-то бедственное положение Но тем не менее Это Мне кажется Когда мы идем в театр То мы хотим Видеть красивые декорации Красивых людей Красивые лица То есть это праздник Правильно И когда сегодня В театре показывают Такую бедность Сцены То Ну как-то Нету ощущения И вот Я помню Очень хорошо Раньше говорили В искусстве Было такое Суждение Это плохо Или хорошо А сегодня Это вот какая-то Разница вкусов То есть Вот сегодня Можно вот любое дерьмо Показать И это будет Ну как бы Ну это вот На вкус и цвет Товарищей нет И вот все-таки То красивое И то Поэтическое Вот это вот Я считаю Действительно В искусстве вообще Это главное Вот Это как бы Одна сторона медали Это То что Было Плохого В этом году А хорошего Было очень много Я снялся В фильме Конь белый Фильм о Колчаке О тяжелой Жизни И истории России Чем мне нравится фильм Тем что он не за красных Не за белых А за ту вот Вечную Кровопролитную Войну Между русскими И людьми Которая велась И ведется по сей день В России О том Что русские люди Истребляют сами Себя К сожалению Вот об этом фильме Там мне довелось Сыграть роль Следователя Который следует Убийству царской семьи Николая Сеча Соколова Кто видел фильм Вспомнит меня Я с таким Одним глазом Сейчас вот Длинные волосы у меня А тогда Короткая была Прическа И черная повязка На глазу Николай Алексеевич Что это? Эти шпалы что ли? Это гад Алексей Александрович Большевицкий фиат Застрял здесь В прошлом году Вот и выложили эти Шпалы А собственно Что вас волнует? Да-да Фиат был перегружен А может быть Тела семьи здесь? У вас разыгралось воображение Полковник Возможно 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 И все же Николай Алексеевич Все к чему Прикоснулась рука врага Нужно просеять Через самое тонкое сито Вы полагаете Полковник Что голых покойников Бросили в дорогу? Кто же это мог сделать Алексей Александрович? Коммунисты Большевики Наивное предположение Едем То есть Это был долг Русского человека Принести себя Для того Чтобы Как-то помочь Воспрепятствовать Вот тому Ну Как это сказать Тому страшному Преступлению Большевиков Большевиков Перед Россией Пришли Пришли Не народ пришел Не народ Народ это русский народ Я очень люблю Я даже Вот смотря фильм Кончаловского Курочка 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 Рябой Принимая Курочка 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 Но Такую роль Как Соколова Я считаю Что Это большое счастье Для меня было сыграть И вот эта работа В этом году состоялась Это вот одна такая Большая для меня Работа Чисто вот в кино А у Никиты Джигурта Это очень смешная была Ситуация Поскольку я Сидел дома И он мне позвонил Что надо сыграть Какого-то там Мафиозника Который значит Платит деньги Нанимают каких-то мальчиков И насилуют женщину Я говорю Насилуют Это будет очень интересно А вот Я говорю Я буду играть мафиозника Вот это для меня был Нонсенс Потому что я никогда в жизни И я Судорож начал думать А как А что вообще Что это за люди То есть Какова психология То есть Ну как-то чисто уже актерские Свои Такие Приспособления Начал переносить И продумывать Как-то Он говорит Ничего не думай Все будет нормально Придешь и сыграешь Наденешь белый костюм Так я в принципе и сделал Надел белый костюм Позвонил знакомому Значит Людям Которые непосредственно Контактируют С этим миром И говорю Мне нужны какие-то Определенные слова Такие Которые Вошли бы Так сказать В художественную ленту Поймал Ну Ну Снакер господа Мне такой Беспредел На шляпу не облокотился Вам не скучно Мадам? Ну эту фразу Вот так мы и перенесли Значит целиком В этот фильм Фразу настоящая Вот и Никита я знаю Дальше собирается снимать Следующий Вариант Мутант 2 Или как там это будет звучать Я не знаю И как Моя роль Не вызывает Ни у кого сомнений Потому что вот этого пакостного человека буду дальше играть я. Да вы видите меня! Вы видите! Сволочки! Как она орёт мерзота! Ну, это вторая работа. Она прошла в моей жизни эпизодически. Но всё равно любая работа для артиста — это прекрасно. Я думаю, артист должен работать. В театре мы играли спектакль «Смерть Павла I». Но это не новый спектакль, но очень мной любимый. Играли спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана «Русские вода вилле». Сейчас мы делаем «Вечер памяти Симонова» — такой основной спектакль. И Франсуа Виона. Спектакль-пьеса написан Евгением Рубеновичем Симоновым. Я в ней буду играть роль Франсуа Виона. Песня с такими зонгами. То есть я буду петь и играть Франсуа Виона, и петь на гитаре, на стихи. Значит, песню самого Франсуа Виона и на стихи Евгения Симонова. Вот, ну это что касается театра. Как бы вот если возвращаться вспять немножко, тут два слова я могу рассказать, что мне предложили спеть в Театре Моссовета партию Иисуса Христа. Я даже начал репетировать, но потом был марафон Сталинградской битвы. Вот это вот и я, значит, поехал на марафон, встретился там по пути с Петеримом, и вот все мысли, то есть мы с ним вместе ехали, я позволил себе задать ему несколько вопросов на эту тему. И те вопросы, которые волновали меня, в общем, то, что мне что-то не давало, и чего-то я боялся внутренне для себя. В общем, он мне все это подтвердил, и я как бы оставил эту затею для себя внутренне. Когда я оставил эту затею, я не знаю, как это можно расценивать, что это. Но буквально через несколько дней мне позвонили из, значит, с телевидения, предложили записать вот такую рок-оперу на христианскую тему. Я очень удивился сначала этому, что это может быть. Это человек, который замучен в ГУЛАГе. Протеерей Григорий Петров. То есть была предложена конкретная тема, да? Да, была предложена конкретная тема на конкретные, значит, его тексты. Написана была Олегом Степурко музыка. И вот эту оперу я спел сначала в студии, потом ее сняли. Там, в общем, действующих лиц. Один я, собственно говоря. Моноопера. Да, моноопера. И массовка ребята, которые изображают, значит, узников ГУЛАГа. По уходящему году в Екатеринбурге вышел ваш первый, по-моему, компакт-диск. Да, вот он. Вот он, вот это вот. Эта сторона, это другая сторона. А вообще он внутри очень красивый. И я даже передать не могу, как я рад и счастлив, что он, тем не менее, вышел и вышел именно с теми песнями, с которых я начинал. А начинал я с таких, ну, не буду называть это одесскими песнями впрямую. Все равно то, что те песни, которые я пою, офицерские, белогвардейские, все равно это песни на тему. И здесь то же самое. На тему, на эту тему. Это тот жанр, который мне более близок, допустим, чем эстрада, такая поп-музыка. Потому что, ну, как бы той музыке я не всегда верю. А эти песни, даже вот блатные песни, не всегда старинные блатные песни, вот не всегда они, так сказать, отвечают каким-то художественным уровням. Не всегда они и складные в стихах, и в музыке. Но они очень искренние. И когда их поют люди, которые понимают, про что они поют, я говорю, что это для меня всегда намного дороже стоит, нежели чем просто кто-то делает какие-то телодвижения на сцене. Под компьютерные барабаны. Вот эти песни для меня ближе, я им больше верю. С них я и начинал. Их я и люблю всегда, и буду петь всегда. Несмотря на то, что какие бы я ни пел песни, романс, то либо песня это просто лирическая, любовная, либо это песни о России. Но вот Игорь Карташов и ансамбль «Братья Жемчужные» это как раз те легендарные музыканты, которые прошли по жизни с Аркадием Северным, которые помогли стать таким известным популярным артистом Александром Якульчу Розенбауму. Насколько все помнят, эти два его знаменитых альбома были записаны с ними. Вот именно они ему аккомпанировали. И вот в 83-м году, нет, но это уже запись 92-го года, я выпустил, выпускаю свой первый альбом с «Братьями Жемчужными». Тогда он назывался «Замороженный город», я приехал в Ленинград на гастроли, там меня с ними познакомили, они любезно согласились именно на той волне человеческого общения, как это было раньше. То есть люди собирались за столом, пели какие-то песни, то есть, ну, жили, просто жили, понимаете, не как вот сейчас, вот продюсеры, деньги, то это доставляло людям удовольствие. Так рождались альбомы Аркадия Северного, так рождались его песни. Наверное, так родился Розенбаум. Но я очень мечтал об этом и познакомиться с ним. И вот познакомился, вот что из этого вышло. Так что я сам невольно рекламирую свой диск. О, Радонская степи, ой, не спят казаки, Ой, проснулись, а долго спали они, целых семьдесят три, Года дом пробудить, возвернулись. Долго спали они, целых семьдесят три, Года дом пробудить, возвернулись. Ой, вставайте, казаки, не давайте, казаки, Чтоб чернобыльское горе повторилось. А на Великой, на Руси, покажи вы, казаки, Ой, кому-то покоя не снилось. Волгогонская ночь, и темна, и длина, Такой ночью казачка гуляла. С казаком до утра, вот такие врат дела, Говорят, род дела, атамана. С казаком до утра, вот такие врат дела, Говорят, род дела, атамана. Ой, вставайте, казаки, не давайте, казаки, Чтоб чернобыльское горе повторилось. А на Великой, на Руси, покажи вы, казаки, Ой, кому-то покоя не снилось. Ой, ты, дом дорогой, постоим мы горой, За тебя и за землю святую. Как за мать да жену, за родную сторону, Ох, не спать на дону казаку. Как за мать да жену, за родную сторону, Ох, не спать на дону казаку. Ой, сдавайте казаки, не сдавайте казаки, Чтоб Чернобыльское горе повторилось. На Великой на Руси покажи вы казаки, Ой, кому-то покоя не снилось. На Великой на Руси покажи вы казаки, Ой, кому-то покоя не снилось. Субтитры создавал DimaTorzok